Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Боюсь всего-всего. Во взрослом возрасте страх притупился, с рождением детей всё обострилось, месяц бы не нахожу, боюсь за детей, боюсь маньяков, ворных катастроф. В детстве на меня напал определённый человек в паре, и именно в этот день я решила не бояться, зашла с незнакомым в дом. Или отбилась, он вышел за мной и невинно опустил глаза. Да, через несколько минут из подъезда вышла девушка, я всё думаю, помогла бы ли она мне или просто мимо, а у манья приложил, как люди отпускают подросших детей гулять одних. Такой вот вопрос. Ну, вообще говоря, вот первое, с чего бы я начал, это то, что как-то вот, на мой взгляд, общая картина вашего текста, да, при том, что в тексте у вас нет вопросов, да, то есть вы ничего не спрашиваете, просто рассказываете свою историю, вот. Так вот, я бы сказал, что общая картинка вашего текста, на мой взгляд, выглядит, как, знаете, про агрессию, про злость, вот, очень, про это очень, очень много, вот, эх, как будто, вот, об этом здесь. Идёт, вот, и, э, ну, это прям чувствуется, прям чувствуется, это, это абсолютно такая, ну, нормальная история, вообще, в вашем случае, вот, в вашем случае, вот, в самый статус. А, вряд ли, просто, вот, могло бы быть здесь по-другому, как-то. То есть, вот, э, ну, конечно, в этой, э, ситуации, в которой вы оказались, да, а, никак, вот, вообще, по-другому, э, быть не могло, в принципе. А, вот, к сожалению, и, э, то, что, э, то, что, э, то, что вы так, вот, эм, отреагировали на это всё, то, что вы так, вот, э, восприняли это всё. Ну, конечно, свидетельствует о том, что много-много вы себе подавляете, вот, подавляет злостью, агрессию, а, ну, вероятно. А, вот, пытаясь, пытаясь, э, как-то вот, э, ну, в этой ситуации, как-то адаптироваться, стараетесь, э, вот, стараетесь адаптироваться как-то в этой ситуации, но, э, на мой взгляд, то вот не получается, да, потому что, э, э, потому что злость, это, нормально, абсолютно нормально, абсолютно нормально злиться на какие-то вещи, вот, которые вам не нравятся, и, э, абсолютно нормально в себе это не подавляться, вот. А, как бы, ну, вот, э, ну, в вашем, в вашем случае, получается так, что вы подавляете это? Вот, в вашем случае получается так, что вы, вот, ну, в какой-то степени, да, Запрещает себе какие-то чувства определенные к сожалению большому моему. И это приводит как раз к таким негативным последствиям слова. Поэтому работать в первую очередь нужно именно с этим, с вашими ощущениями, на мой взгляд, с вашими чувствами. С какой-то злостью, которая есть у вас. И соответственно уже после этого смотреть где собственно у вас, ну вы сам. Да. Ну то есть вот где вы, так скажем, настоящие. То есть где для вас как-то вот действительно какие-то важные вещи происходят, которых вы на самом деле там не хотите, там боитесь и так далее. Ну просто вот предпочитаете избегать. А где напротив именно вот приплетается вот этот вот момент, связанный с таким, ну серьезным опытом вашим. Таким тяжелым болезненным опытом. Вот. Потому что сейчас, ну сейчас, сейчас, пока тут непонятно. Вот. Так. Почему вы боялись вот всего до, ну до, так скажем, происшествия? Вот. Как вы обратились с тем, что с вами произошло? Вот. Сказали вы кому-то об этом? Или стыдились вы этого и предпочитали скрывать? Ну просто вот закрывать то, что с вами случилось как-то вот, ну обвиняя себя в том, что произошло. Вот. Хотя, ну понятное дело, что вашей вины не в чем нет. Вот. Понятное дело, что вам не в чем абсолютно вы не виноваты здесь. Вот. Ну тем не менее. Тем не менее. То есть вот. Ну это конечно очень хочется, очень хочется, ну обратить внимание ваше. ваше. Потому что. Ситуация, ну она вот довольно такая серьезная. Конечно. Вот. Ну и, ну это понимать, да, что если, 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 вы стыдились и если вот ваше, ну вот, ваше такое вот чувство, чувство стыда, да, оно присутствует, то само собой вы будете, ну вот, испытывать все вот эти страхи, в которых вы, значит, пишете просто потому, что так проявляют в себя эмоции ваши. И по-другому быть, ну вот, к сожалению, никак не может, никак не может. И надо быть, никак не может. Вот. 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 Тоже в данном случае необходимо найти эти чувства и необходимо вам помочь их прожить, потому что они вас отправляют. Ну это влияет, понятное дело, это влияет довольно сильно на то, как вы устраиваете отношения с мужчинами, да, то есть не с мужчинами, а с детьми, со своим мужем. Вот. Это влияет на то, как вы устраиваете отношения с людьми, то есть как вы себя позиционируете. Вот. И по сути вы живете с постоянным напряжением. А напряжение, ну вот, само по себе напряжение, да, то, что вы напряжены, вам как-то вот хочется опять же сбросить это напряжение, снять его. Но вам этого хочется. Вот. И это понятно. Это понятно, что вам этого хочется. Вам это может помочь психолог. Вот. Да, есть техники работы со страхами различные, безусловно, безусловно, есть различные техники работы со страхами, но как бы на мой взгляд страх появляется просто так. Вот. Страх появляется, потому что он нужен человеку зачем-то. Ну тут у него какая-то выгода. Вот. И для вас вот эта выгода, которую вы, ну, вполне может быть получаете. Вот. И для вас вот эта выгода, она может заключаться в то, что вы себя не проявляете. Ну просто вот, просто себя не проявляете. Вот. Это вот очень сильно отправляет вашу жизнь, по-моему, по-моему. Естественно, отправляет очень сильно вашу жизнь. Вот. Вот. И вот опять же вот косвенно, косвенно на то, что особенно менять вы ничего не хотите. Ну, читай, считай. Так, что не верите в то, что можно это изменить. Это то, чтобы не задать вопросы. Вообще. Вы не пишете вопрос. Чего бы вы, ну, хотели бы, да? Вот. Я думаю, опять же, что это не случайно. То есть, либо вы не верите в то, что можно это изменить. Вот. Либо, либо просто, просто не хотите. Ну, так вот. Пожаловаться можно, да, вот просто не хочу, просто не... Ну, что-то менять, на самом деле, реально вот не очень хочется. Ну, или боитесь, опять же. Да? Такое тоже может быть. Вот. Поэтому вам нужна психотерапия, если вы хотите. Ситуация исправиться, если вы хотите. Ситуация изменить. И вам нужна психотерапия. Вот. И постепенная, последовательная работа. с вашими цифрами. Вот. Вот. приведёт, значит, вот, как раз, к изменениям вашим. Ну. Вот. В поведении, да, изменениям. В отношении к себе, к тому, вот, опыту, который у вас... есть, вот, негативный, негативный такой тяжёлый опыт, в данном случае. Да все это нужно, конечно, вот, корректи... корректировать, скажем так. Вот. То, что я мог бы вам сказать. Сейчас, вот, как раз, с точки зрения, вот, психотерапии, с точки зрения психологии. И с точки зрения своего опыта, которым я не знаю. Вот. То, что вам трудно, это понятно. То, что вам можно помочь. Я надеюсь. Понятно. В общем. Вот. Всё упирается в то, что вы хотите. По сути. Вот. Ну, а что касается детей, которых вот... родители, родители отпускают, вот, ну, понимаете. Многое здесь зависит от воспитания. То есть, если воспитание естественное, да, если воспитание хорошее, качественное для человека, то я думаю, что у человека куда меньше шансов оказаться под воспитанием. Под воспитанием. Таких людей. Да. Какая альтернатива не пускать человека, вот. не пускать его, не пускать его, а, значит, что, стараться его как-то оградить, от всех возможных опасностей, ну, это, на мой взгляд, это так не работает. Вот. И ни к чему не приводит. Вот. И ни к чему не приводит. Вот. А, по крайней мере, вот. по моему, по моему мнению. Поэтому, как действовать в этой ситуации, решать, решать целиком и полностью вам. Вот. Я надеюсь только, чтобы вы примите какое-то верное решение. Вот. И. Решите для себя, что делать. Да? Ну, в этом смысле. Вот. Как-то так, я думаю, можно вам ответить. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Обращайтесь. Что-то. 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 Что-то.